Януш Гайес родился в городке Домброво-Гурнича около Котовиц в первые дни немецкой оккупации в Польше. Дебютировал в 1964 году в фильме «Барышня в окошке». Еще во время учебы он начал сниматься в телесериале «Четыре танкиста и собака» в роли Яны Кокоса. Стал очень в знаменитых странах соцлагеря. Мужчина четырежды поступал в театральную школу, одновременно работая в театре кукол в бензине под руководством знаменитого Яна Дормана. Окончил государственную высшую школу кино и телевидения и театра в Лодзе в 1965 году, став одним из лучших студентов. Дебютировал еще во время учебы в школе ролью Петрика в детском фильме «Барышня в окошке» Марии Каневской 1964 года. Сразу же после этого получил от Конрада Наленского предложение сыграть главную роль в сериале «Четыре танкиста и собака», который стал для актера одновременно и шансом и проклятием. Бравый командир экипажа танка под названием «Рыжий» с бортовым номером 102, сражавшийся с гитлеровскими захватчиками, плечом к плечу с Красной Армией, стал настоящим кумиром для юных зрителей. Встречи с танкистами проходили на стадионах, в школах и домах культуры. Необыкновенная популярность сериала множество раз показанного по телевидению привела к стиранию границы между кинематографической и исторической правдой, а также между Гайесом, актером и его персонажем. Обрекала актера на профессиональное небытие. В то время Гайес работал в театре имени Стефана Яроча в Лодзе, однако его роли в рецензиях не упоминались. В кино тогда же он тоже снимался спорадически, лишь в эпизодах. «Я боялся, что это конец, профессиональная смерть, а я очень хотел играть, я очень хотел быть актером», вспоминал мужчина. В 1970 году он переехал в Варшаву, где играл сначала в группе театра комедии, потом театра польского, затем театра квадрат и драматического театра. В 1977 году, когда Янур Гайес сыграл в фильме «Сильвестра», «Шишки», «Миллионер» и получил за роль Микулы приз 4-го фестиваля польского художественного кино, в Гданске казалось, что все проблемы позади. «Я уже давно наблюдал за этим актером», говорит режиссер. «Годом ранее он сыграл в моем фильме «Туман» эпизодическую роль сотрудника госбезопасности. Я увидел, что это уже другой человек. Я знал, что внутри него дремлет большой актер, что можно сломать рамки, в которые его загнала жизнь. Одни рамки исчезли, но вместо них тут же вместе с ролью сторожа турецкого в цикле телепрограмм «Кабаре Ольги Липинской» возникли новые. Высоко оцененный критиками образ мелкого пройдохи с усами «Ватники» и «Беретти» стал для актера очередным ярлыком. Причем ярлыком настолько привязчивым, что его не смогла стереть невеликолепная роль шизофреника Михаила Шманды в камерной психологической кинодраме Филиппа Байона «Маятничек». Незамечательный эпизод в «Человеке из железа». «Гайус» много снимался в кино. В коммерческо-развлекательном жанре он играл гангстеров, мошенников, коррумпированных полицейских и воров.